Несколько дощечек, деревяшек и две картошки. Картошка, наверное, для того, чтобы подкрепиться. Радио стерва жена. Ну ты что, совсем что ли? Что поделать, никуда не денешься. Играй моего детства так-то. Всем доброе утро. У нас очень сильный ветер, порывистый. Сегодня вышла на улицу и посмотрела на свои цветочки, которые у меня в горшочках. Не выдержала. Они у меня были на улице такие поникшие, повявшие. Я думала, что, наверное, не нужно заносить их, потому что, ну, может быть, только хуже. Но сейчас, спустя 5 минут, я их только что полила такой водичкой комнатной температуры. Повытирала горшочки. И они прям воспряли, стали жить. Вот. И Алисум, он тоже стал в себя приходить. У меня было тоже желание занести тую. Это как уличное растение. Зиму она переносит. Просто эти цветочки, они при минусе перестают цвести и мерзнут. А у нас вот буквально в понедельник уже будет плюс 7. Поэтому хотелось бы, чтобы, ну, цветочки сохранились, чтобы они цвели всю зиму. Поэтому я решила так их сохранить. А так как туя это уличное растение, я просто его передвинула в горшок с ветреного места. Сейчас вот выглянем с вами на улицу. Просто ужас какой творится. Это я воду выливала. Ветер дует сильный. Вон туя поставила туда. За куточек. Ветер очень сильный. Сейчас будем завтракать. И будем заниматься спальней нашей. Ой, скорее бы уже все сделать. И спать на огромной классной кроватке. Пришла я в нашу шикарную спальню. Сейчас буду наводить порядок. Полы буду убирать этот мусор. Притру полы. Леша уже все заштукатурил. Вывел выключатели. Там был выключатель, он заштукатурил. В общем, будем готовить к покраске, грунтовать. Сегодня сделаем выкрас по стенам. Посмотрим, как будет смотреться наша краска на стенах. И я заодно, так как я пришла сюда перед уборкой, я хочу вам рассказать по поводу кровати. Почему же кровать будет стоять не вот здесь, как стоял у нас диван, а вот здесь. А на самом деле мы продумывали варианты. Я даже делала, в общем, в программе специальной по размерам делала нашу комнату. Делала, ставила мебель по размерам. Там можно до миллиметра выставлять мебель. Кстати, программа, если кого интересует, называется Sweet Home. Можно прям в онлайне там делать, но я скачивала. Пробовала кровать ставить туда. Там не очень хорошо смотрится. Интуитивно сразу кровать ставится к этой стене. Но, как вы видите, у нас по этой стене проходит труба отопления. И когда у нас стоял диван, он у нас короткий был. Ну, не как кровать. Кровать 2 метра. Леша, как вы знаете, высокий. Кровать короче никак нельзя. Двухметровая должна быть. Диван у нас здесь стоял. И мы откручивали быльцу, для того, чтобы Леша не упирался ногами. Ну, вот в преграду, чтобы было удобно спать. Когда у нас стоял диван, у нас вот такой вот был проход между диваном и стеной. Кровать получается длиннее. И если ее ставить к этой стене с батареей, то она будет просто-напросто упираться в эту стену. Проход у нас вообще будет вот такой вот минимальный. Чисто, знаете, символический. И приплюсуйте вот этот узкий проход к этой батарее. Ну, будет вообще ни о чем. Грубо говоря, в любом случае перелазить нужно будет через кровать. Что поделать, никуда не денешься. Конечно, хотелось бы, чтобы комната была немного шире. Чтобы было больше пространства. Но у нас, я думаю, у многих такая же проблема с пространством. Не все могут себе это позволить. Мы рассматривали разные варианты. Даже думали поставить кровать изголовьем к окну. Но это лишний сквозняк на голову. И также от батареи будет идти тепло. Это тоже не очень хорошо. Главное преимущество, если мы будем лежать вот здесь, вот голова будет. Большое, огромное преимущество, когда просыпаешься, свет сразу в эту сторону светит. И бывает, хочешь открыть окна и смотреть в окошко. Но вот этот вот свет сейчас уже ближе к обеду. И сейчас свет переместился сюда. А так он прям вот весь здесь. И когда мы будем спать на этой стороне, можно будет спокойно открыть окошки. Причем мне не нужно будет перелазить через диван. Я встану, сразу открою окошко. И лежать, смотреть. И получается свет будет падать сюда, а на нас он не будет падать. И комната будет вся в свету. Здесь вообще я хочу поставить цветок. В общем, я думаю, я объяснила понятно. Просто мне хочется быстрее вам рассказать и начать делать. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Вымыла полы. Хотела застелить пленкой, но Леша говорит, не надо. Проще сразу подтирать. Под пленку подтекает. Он сейчас будет грунтовать стены. А еще вот этот шкаф нужно будет передвигать. И он тяжелый. И Леша говорит, что знает способ, как можно передвинуть этот шкаф. Он тяжелый. Я уже вообще предлагала. Может, говорю, оставим его. Обкрасим вокруг. А когда купим новый шкаф, тогда у нас краска останется. Просто докрасим стену и все. Но я мыслю со своей позиции. Он реально очень тяжелый. Я не хочу его тягать. Для того, чтобы передвинуть шкаф, нам потребуется вот это. Вот. Несколько дощечек, деревяшек и две картошки. Картошка, наверное, для того, чтобы подкрепиться. Потому что это тяжело. Картошка обязательно должна быть в голландском сортах. Свежесобранная. Разрезали картошку. Подложили сюда. У нас шкаф стоит на картошке. Смотрите, это при том, что мы из шкафа ничего не доставали. Все вещи здесь. Сейчас подставили картошку. Сейчас здесь покажу. Не дергай камеру. Сейчас подставили картошку. Вот так вот. Под все уголки шкафа. И его можно двигать. Вообще легко двигается. Тяжеленный шкаф с одеждой. Просто и одежду сейчас некуда выкладывать. Все. Вуаля. Сейчас картошек вытащим. Чтобы он просто упасть на них неустойчиво встает. Просто картошки вытащим. Круто. Леша сейчас грунтует стены. Проходит кисточкой. Где? В труднодоступных местах. Готовит стены к покраске. У него тут так уютненько. Но лучше, конечно, с ремонтом. Да. Но ты тут делаешь. Значит, у тебя уютненько. Исходит грунтовка стен. Повышенная влажность в комнате начинается. Открыли окошко, думали проветрить, что дышать нечем. А ветер холодный с улицы. Леша грунтует, а я подтираю за ним. Помогаю ему. А Леша меня не допускает к этой работе. Ответственная работа. От того, как прогрунтуешь, потом зависит, как даже краска. Сегодня у нас пятница. Леша поехал за Леней забирать Леню. А завтра будем уже красить. О, кстати, мы сегодня хотели сделать выкрас стены. Но я без Леши не буду красить. Меня вообще не допускает к ремонту. В общем, нашло на меня творческое вдохновение. Не знаю, я занимаюсь сейчас топ-тик-током. Развиваю тик-ток. Как-то так до того интересно, что на меня нахлынуло. Я раньше стихи писала. А сейчас я стала рисовать на стенах, ребят. Ну вот мой компьютер. Лешу жду, пока Леша приедет. Нарисовала тут сов. Потом думаю, ну на стене не прикольно рисовать. Но мы все равно здесь все будем делать, переделывать. Я впервые в жизни рисовала на стенах. И тут я переключилась сюда. Сначала нарисовала вот такой вот кисем. Потом над кисей летят листики. Травка растет. Кактусы. И думаю, а как же без мышки? Смотрите, какая у меня мышка красивая получилась. Я фломастерами рисую. Я не могу остановиться. Я рисую, рисую, рисую. Я уже Максу отдала фломастер и говорю, забери. Но мышка, мне кажется, получилась вообще шикарная. Я еще не умею рисовать. Просто вдохновение на меня нашло. Смотрите, как обильно цветет у меня герань. Только вот какая вот проблема. Желтеют листики. Кто знает почему? Потому что вся сила идет в цветочки. У меня прям три бутончика расцвело. Такой красивый. И вот еще четвертый будет цвести. Прям радует глаз. Чтобы вы понимали, какой у нас ветер, вот, крутилка моя для ветра. Ее сюда ветром принесло. Ну что, Мика, никто тебе мячик не бросает, да? Ну, бросьте мне мячик, в конце концов. Вам что, жалко? Ну, пожалуйста. Ну, слава богу. Видите, Мика мне мяч бросает. А я и приношу. На. Дай. Забираем у злой собаки мяч. Мика трансформер. Она ходит везде с мячом. Никому не дает. Ой, отвалился. На. Ну, ты что, совсем что ли? Зачем мне твой мяч? Она на камеру не хочет показывать, что она в мячик играет. Это твой мяч. На. Это не мой мяч. Я его никогда не видела раньше. Я умная собака. Я мячи не грызу вообще ни разу никогда. Да. Ну, на. На. Мика, ну возьми, это твой мячик. Бери. На. Я не ем мячи. Меня мячи не интересуют. Что я маленькая, что ли, мячами играть? Ой. Маленькая. Ладно, давай. Музыка. 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 Как разDo Bi'피 ATWAT. В даже не добавить воды. Чич-чуть. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Галёша красит. Я снимаю таймлапс вам. Слежу скрытой камерой. Снимаю вам процесс и бегаю с кухни в спальню. Постоянно слежу, как там все происходит, чтобы некоторые моменты вам снимать. И в это время я готовлю супчик из горох и чечевица. Все вместе. Вкусняшка. Леня не играет. Не, Леня не играет. Ты в программы? Леня пишет программы. А Макс в школе. А Мика. Давайте посмотрим. А Мика стоит и ждет, пока мы к ней подойдем. А Мика звезда ТикТока. Да, Мика? Вот, зазналась. Даже не хочет к нам подходить. Я, кстати, вчера цветочки занесла. У нас сегодня был минус 3. Здесь, смотрите, я прям молодец, что занесла. Они такие живенькие, хорошие. Сейчас покажу. Ой, вышла в футболке на улицу. А здесь все померзло. Вот. Такое вот весь. А когда морозы закончатся, я вынесу они-то на глазки. И они у меня будут как новенькие. Вот так вот. У нас сейчас на время, пока мы в спальне ремонт делаем. Тут вещи хранятся. Тут Лешины. Тут мои. Тут Леня спит. Тут мы. В общем, у нас тут все тесно. И, в общем, захламлено. Когда кровать привезут, даже не знаю, как ее будут заносить. Это мы вчера про красы делали. Эту стену. И вот эту. Это вам такой спойлер. Вы видите? Леша работает. Я это все наблюдаю в телефоне. И готовлю есть. Это, знаете, как есть радионяня, а есть... Это что? Я слежу, чтобы Леша... Радио Таня. Радио Таня, да. Радио стерва жена. Видео Таня. Видео Таня, да. Я просто слежу, чтобы он не отлынивал. Я когда наста... Видео няня, да. Я это... Когда... Пока готовлю, тут нарезаю что-то. Смотрю, что там Леша делает. Так интересно за ним наблюдать. Давайте проверим. Совпадает. Ух ты! Ой. Ой. Факус, ты где? Что такое? Стена покрашенная. Варю супчик гороховый. Ну, чечевицовый, гороховый. Там все вместе. И курочку немножко отсюда взяла. С грибочками обжариваю. В рис добавлю. Так что вот вам и первое, и второе. А вот рис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня детишки играют в Worms, в червячков, игра и моего детства так-то. Твоего детства? А чего? Ну, не детство. Так что, я почему вообще это снимаю? Твоего тоже детства. Почему я это снимаю? Потому что я хочу передать ксихе привет. Ты понимаешь, о чем я. Ну, покажите червячка. Что-нибудь экшен давайте. А вы знаете, что они могут на русском разговаривать, червячки? Нет, не знаю. Там в настройках можно у команды настроить. А Леша, там приблизь? Можете. Да, я настроил, как приблизить на это. Ну, как вы видите, цвет обычный, светло-серый. Ничего необычного. Леша пока прокрасил первый слой. И сейчас высыхает, будет красить второй. Ну, а как будет выглядеть покрашенная комната полностью, вы увидите в следующем видео. На этом всем всего доброго, всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok